Всем привет! Сегодня рассмотрим Linux Mint Sonomon 18.3. Это бета-версия. Не все здесь гладко, но по крайней мере 13-я ядрышко встало и на нем виртуальная машинка работает. Но зато есть вот такая мелочь. Если я пойду и зайду в источники приложений, чтобы выбрать из каких зеркал мне обновляться, то вот получу, как говорится, ничего не получу. Вот и все. Ну что, будем надеяться, что не в бета-версии, а в нормальной версии 18.3 Linux Mint все будет лучше. Вот подключиться на локальное зеркало. Я нажимаю ОК. Завожу пароль. И ни ответа, как говорится, и привета. Никаких, как говорится, предложений. Ну, скажем так, не столь уж это важно. В конце концов, можно подождать и до полноценной версии 18.3. Ну и заодно проверим, как говорится, на тиринг, есть ли разрывы или нет. Потому что вот здесь-то я вижу, все плавно бежит по экрану. А как будет при проигрывании записанного видеоролика. Ну, против стилинга у нас мы сделаем сейчас прививочку. Значит, запустим Google Chrome. Зайдем на сайт. Зайдем ко мне на кладовочку на округ. Программа для Linux. Ну и поищем тиринг. Вот он он. И вот эти вот два файлика, значит, скачаем. Один и другой. Скорее всего, здесь. Распакуем сюда. Одна самая. И пойдем, вставим вот эту папочку вот по этому адресу. ETC. Откроем ее, как с корневым доступом. И теперь пойдем вот по этому адресу. X11. Ищем X11. Ну, наверно, вставим сюда. 28 Intel Config. Да. Вот таким вот образом. Значит, ну что. Теперь я перезагружусь. И посмотрим, исчез у нас тиринг или нет. По крайней мере, тиринг вот у меня процессор Intel. На нем вот такие вот чудеса бывают. Поэтому сейчас просто-напросто посмотрим. Ну, а теперь начнем проверять после перезагрузки. Есть тиринг или нет. Вот опять-таки, я включаю слайд-шоу. Это у меня как бы маркер. Есть разрывы или нет при записи с экрана. Ну, и давайте проверяем. Итак, я проверяю, есть тиринг или нет. Включаю запись. Ну, давайте просто посмотрим. Ну, вот, как видите, уже зерготнета и нету. Все плавненько бежит по экрану. То есть, прививочка помогла. Что еще я заметил? Хуже стало подключение к сети. Если на 18.2 менеджер подключения беспроводных сетей быстро срабатывал, то здесь он крутится, скажем так, до бесконечности. И, скажем, мне, допустим, лично это не совсем нравится. И вот даже моя сеть, она отсюда каким-то образом, значит, убежала. Ее нет. Ну, у меня внешний адаптер. Сейчас я его отключу. Включу снова. Ну, посмотрим, что здесь получится. Ну, вот, вроде бы, здесь появилось. Ну, давайте подождем. То есть, на 18.2 и на 17.2 проблем никаких не было. Сеть цеплялась-то сразу. А здесь вот такие, скажем, чудеса в решете. Значит, и сколько этот кружочек можно наблюдать, никто не знает. Ну, пару раз у меня он цеплялся. А вот сейчас, по закону подлости, когда хочешь что-то показать, вот он и не работает. Ну, подождем. И так, только после перезагрузки удалось подключиться к сети. Так что вот, еще раз я всегда всем и говорю, что, скажем так, самая последняя версия операционной системы, еще не значит, вот, 18.3 Сильвия, еще не значит, что она, скажем, самая хорошая. И всегда, и везде я призываю к политике, скажем так, разумного консерватизма. Что это обозначает? Что если у вас установлена система операционная, если у нее, допустим, у 18.2, она будет поддерживаться до 2024 года. И все у вас на ней работает, скажем так, как часики. Ну, так и сидите вы на ней. Хочется приключений, ради Бога. А кто же вам мешает? Ну, вы старую систему-то не удаляете. Вот, смотрите, как я делаю. Вот у меня имеется жесткий диск. Ну, на жестком диске у меня, значит, тут целый выводок самых различных систем, которые я, значит, ну, скажем так, для себя тестирую, настраиваю, смотрю, какие там есть нюансы в настройке, сравниваю между собой. Вот, посмотрите. Вот сейчас здесь вот установлено, значит, это Linux Minson Mon 18.1. Есть у меня и ArchMatch, и девятка Debian, и RTX, и PC Linux. Кстати, многим могу рекомендовать эту систему, потому что у нее также имеется своя собственная программа для создания текущих срезов или копии операционных систем, системы, и она выдает это в виде изообраза, который можно записать на флешку. И точно так же с этой флешки можно всегда восстановиться. Хорошая, значит, операционная система. Значит, ну, у нее только вот два рабочих стола. Кеды и X-Face. Мне, значит, по моим пользовательским предпочтениям больше всего подходит Цинамон, поэтому на настоящий момент значит, Linux Minson Mon, он и является моей, скажем так, ведущей операционной системой. Хорошо настраивается значит, программа для создания бэкапов SystemBug, значит, работает на ура. Значит, вот посмотрите еще раз последовательность в какой на Linux Mint Цинамон, да и на Ubuntu тоже значит, ставится, значит, вот программа SystemBug. Вот так вот делаете. Будет менюшка на английском языке, все будет на английском, но оно будет у вас работать. В Ubuntu 17.10 они что учудили? Они там сделали рабочим столом Wayland и на него SystemBug ни в какой не ставится. Но если, значит, в Ubuntu 17.10 сделать вот так вот завершить сеанс, завершить сеанс и там, когда вы снова, значит, зайдете, там нужно будет выбрать тип рабочего стола, выбирайте Gnome, Ubuntu Gnome с рабочим столом X-Org и тогда у вас SystemBug на Ubuntu 17.10 встанет. На Wayland какие-то у них конфликты происходят, я не знаю, но на Wayland он не работает. Значит, что я здесь проверял? Я поставил даже самое последнее ядро 4.14, но у меня на нем сразу забастовал и перестал работать виртуальная коробочка. на 13-м ядрышке практически все работает, вот видите, запускается, как говорится, без всяких там проблем и так далее. Поэтому естественно и понятное желание человека там, скажем так, ко всему самому новому, 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 но это далеко не означает, что это новое будет самым там супернадежным и прочее, прочее. Я всегда вспоминаю с улыбкой, значит, очень давно были при социализме еще очень надежные холодильники. Зил Москва. Ну, по 20, по 30, по 40 лет работали. Вот так вот люди делали. То есть взял, поставил, как говорится, и забыл. То же самое должно быть в принципе и с операционными системами. Не нужно стараться там менять их как перчатки. Выбрали себе что-нибудь стабильное, на которое ваша программа работает. Ну, и, как говорится, работайте на ней и в качестве основной значит, все это дело выбираете. Экспериментировать, а кто же вам не разрешает. Пожалуйста, выделяйте отдельные разделы. Посмотрите, у меня по 50 гигабайт, сколько выделено разделов, на которых я могу там производить свои, скажем так, эксперименты. Ну, в качестве стабильной вот у меня стоит Linux сменится на мон 18.2 на который у меня все настроено, как говорится, чеки-пуки, все работает. Ну, вот, вы видите, систембак здесь тоже нормально отработал, записал образ, самый-самый начальный, на начальных этапах делал. Вот. И плюс виртуальная коробочка работает. А на том же ядрошке 4.14 виртуальная коробочка уже начала бастовать и выдавать сообщение, что то не так, то не так. Ну, короче, вообще, не работало, да и все. Поэтому, значит, я вот вам свое мнение по этому поводу сказал, что должен быть принцип, скажем так, разумного консерватизма. Не гонитесь за самым новым, но и не будьте в числе отстающих. Занимайте, скажем так, разумную середину, если хотите, чтобы ваша система там работала надежно и стабильно. Вот. Вот у меня к данной сборочке, ну, в принципе, претензии, вот я ее поднастроил, у меня все работает. Никаких нет у меня к ней претензий. С исключением того, действует эликсер молодости вас с исключением того, что вот такая вот мелочевка, как на подключение, значит, репозитариев, вот они, а вот она никакую не хочет, как говорится, появляться здесь, чтобы поднастроить зеркала. вот лично у меня, допустим, в данный момент не работает. Может быть, это особенности моего железа. Врать не стану. Сборочная версия, то есть, до выхода официальный Linux Mint 18.3, значит, еще какое-то время пройдет. Ну, так, сама по себе бетка оставляет нормальное впечатление. В принципе, ничего там супер особого нового лично я там не увидел. Все так же. Ну, вот единственное, что на менеджер обновлений тут глупит. Вот. Ну, могу я попробовать даже сделать вот так вот. Взять его сейчас, удалить. Ну-ка, давайте-ка посмотрим, сможем мы такую козу сделать или нет. Так. перейдем в русскую раскладку. Ага, я еще и русскую клавиатуру не поставил. Ну, это мы сейчас в один момент сделаем. Так, клава. Так, добавим. Ну, и где она? и где она? Ну, добавить. Ну, он еще один. Одно из чудес, как говорится. Не вижу я пока здесь по раскладке. Да бог с ней. значит, ну, наберем менеджер. Так, вот. Вот давайте, ради, скажем так, спортивного интереса, вот возьмем его просто-напросто, удалим. пусть он возьмет и начисто удалит. Теперь я зайду вот сюда в Ubuntu пылесос и почистим. А теперь по новой возьмем и установим. и запустим. Ну, вот опять традиционное предложение, значит, набираю я единичку, обновить зеркала, ну, и где они? Ку-ку, правка, источники приложений, опять-таки завожу парольчик и никаких сообщений. То есть, вот видите, ну, это, скажем, я отношу к тому, что это имеется недоработки бета-версии, она льдена, скажем, как испытательный полигон для тестеров. Ну, вот, такую вот мелочевку я, допустим, заметил. А вот почему у меня клавиатура, которая, в принципе, раскладка клавиатуры, которая стояла раньше нормальная и работала. Почему она сейчас не хочет добавить, я вот пишу же ее. Она ни в какой добавляться не хочет. Ну, не хочет, а не надо, ну, что сделаешь. То есть, вот, всегда, вот, имейте, скажем так, ввиду, что, если вы там что-то хотите попробовать, не нужно, допустим, брать и сносить свою основную операционную систему. Вот. Сейчас диски делаются довольно-таки больших размеров. И всегда есть возможность выделить там два или три раздела, там, по 30, там, по 50 гигабайт. На них установить тестируемые операционные системы и гоняйте их в хвост и гриву, как говорится, и все. Ну, вот, первооснова ваша, то, что у вас, говорится, в основном работает, вот она. То есть, что не так, обратно побежали туда, там, взяли все, разобрались. У меня вот винда стоит буквально там из-за парочки программ, которые позволяют делать мультизагрузочные флешки. И для этого под парами приходится держать 70 гигабайт на диске C, ну, и тут еще 20 гигабайт я смешно сделал диск D, хотя на самом деле хотел сделать по 200 хотел дать винде гигабайт. Ну, в принципе, не столь важно. Так что самое главное вот просто-напросто запомните. Сравнивал я на самые различные значит апелляционные системы. Вот недавно делал видеоролик я по Arch Linux Arch Merch. Значит, с трудом, но, значит, поставил на него Skype. А вот установить на него TeamViewer мне так и не удалось. А для меня, допустим, TeamViewer это одна из основных программ, при помощи которых я, значит, при помощи которой я пользователем из разных уголков земного шарика оказываю помощь, там, показываю, там, рассказываю, там, что и как там нужно сделать. То есть, ну, необходимая и нужная программа. На Arch у меня она не встала. здесь вот тоже, смотрите, установил я ее из Демяновского пакетика. Вот. О, наконец-то выскочило. Ну, дальше будет уже работать нормально. Вот я сейчас ее закреплю. Вот. При помощи этой программы, значит, я очень, скажем, много помогал помогаю людям с установкой, там, с настройкой Linux и так далее. Значит, поэтому, значит, вот вам мой совет на дальнейшем такой. Значит, ставьте себе стабильную версию. Стабильная версия лично я. Считаю, что наиболее проста и удобна в настройке, ну, это Mint. Мне нравится рабочий стол Cinnamon, кому-то там Mate понравится, кому-то там X-Face, да без разницы. Но Mint сам по себе он очень стабилен. Значит, причем у него, значит, программы можно ставить и из менеджера программ, и из синаптика. И можно ставить программы вот отсюда при помощи команд. То есть, понимаете, три нормальных источника. На Arch Linux, значит, там, значит, вот я делал видик по Arch Merge, там, значит, был обычный графический установщик программ, и был, по-моему, еще по Mac. В этом по Mac я доискался, как подключить к нему репозиторий AORUM, подключил все, хотел поставить TeamViewer, а вот ни в какую и все. То есть, понимаете, в принципе, значит, для меня не сама по себе важна операционная система. Еще раз повторюсь, вот смешно звучит, а набор тех программ, которые мне нужны, которые стабильно работают. раз. И второе, значит, нужна мне всегда программа для создания надежной копии операционной системы, еще лучше даже, если она сможет это делать в виде изообраза, чтобы можно было на флешку записать, чтобы живая флешка была. Ну, такими, значит, вот вещами, значит, обладает SystemBug, он ставится на на Debian, на Ubuntu, на Mint, на там еще ряд операционных систем, я вам что-то перечислять даже не буду, на Zorin, по-моему, ставится. Ну, кому надо, тот посмотрит. Короче, если в терминале понимается, значит, операционная система и команда суда apt-get install, значит, по идее, туда и SystemBug будет ставиться. Вот, а так, значит, для основы держите что-то, что у вас надежно работает, а для экспериментов, вот вам вольная вольница, как говорится, берите, экспериментируйте, там, пробуйте, ну, как, что там и кому понравится. значит, вот, такое вот мое, скажем, мнение, значит, обо всех этих операционных системах, что не сами по себе они важны, а важен тот набор программ, которыми пользуется пользователь. А если вы, значит, там, суперновороченными программами пользуетесь, там, по типу, там, фотошопа, там, или аутокада, они только на винде работают, ну, так вам туда путь, как говорится, прямой и лежит, ставьте, как говорится, на винду и работайте на винде, вот, вот таким вот образом. Ну, ладно, я желаю, значит, вам всего доброго, всяческих творческих успехов и удач, значит, пробуйте, тестируйте, ищите свое, как говорится, золотую операционную систему, где у вас все будет работать, как часики, ну, а по части рекомендаций, значит, вот это, скажем так, из моего личного опыта, вот на данный момент, на ноябрь 17-го года, вот мое личное мнение, что Linux Minson 18.2 является одной из самых надежных и стабильных систем, сборки, значит, очень легко эти можно скачать, я их тут сделал на любой рабочий стол, вот у меня, значит, имеется сайта, вы ходите сюда, вот на крок, на кроке, значит, заходите на сборки, сборки, вот, пожалуйста, Linux Mint, и здесь вот вам, пожалуйста, есть и Цинамон, и Кеды, и Мэйд, и X-Face, все 18.2, выбирайте, тестируйте, пробуйте, а если зайти в старое, вот моя золотая сборка, 17.2 Цинамон, которая у меня вообще как часики все работало, очень я эту сборку любил, но у нее заканчивается, говорится, срок годности, вот, ну, слава Богу, 18.2 Цинамончик, у меня работает тоже как часики, пожаловаться не могу, поэтому, значит, вот, вам это дело рекомендую, вот, а так, вот, пожалуйста, у меня тут на кладовочке, можете порыться, посмотреть, и то, что вам, как говорится, там понравится, взять, скачать, и попробовать, потестировать, для того, оно и делалось, ну, ладно, желаю вам всяческих удач, и до скорых встреч, и до скорых встреч.